офигеть да ладно левайс gucci adidas оттенки рано что-нибудь но это походу штраф 40 вот это вот может быть 40 евро серега где алкогольные напитки уже выпил а у нас германии еще жарче чем в испании плюс 37 до завтра ну видно на море конечно нету но да можно к соседям заглядывать мальчик заходи давайте до встречи вы рады вы рады вас встретить здесь сегодня мы покинули наш кемпинг и уехали в другой город город называется лорет-де-мар это тоже туристический город почему мы туда едем лорет-де-мар приехали наши друзья из германии вы уже их знаете и смотрели наши влоги это марина и сергей так что мы едем к ним в отель будем искать сейчас парковочку поужинаем с ними погуляем немножко в общем встретимся они приехали на этой неделе буквально 3-4 уже звезда пару дней они здесь короче мы едем к ним в гости повидаться потому что завтра вечером мы уже уезжаем в германию звонила только что марина и сказала что очень большие проблемы там с парковкой что просто нереально поставить машину вот как и в любом туристическом городе возле моря будем искать будем искать скорее всего поставим просто пройтись придется пешочком ну да поставить бы еще правильно так что штрафа ладно едем ну что ж мы уже заехали в лорет-де-мар нам осталось буквально вот 1,8 километра вы чувствуете как я говорю в нос мне похоже что от кондиционера я так думаю что от кондиционера не знаю пробила нос заложила немножко горло ну жара такая нереальная блин на улице 33-35 постоянно с кондиционером нужно ездить и вот где-то меня хватануло хотя на меня это не похоже так ладно ждешь за эти парковочки короче мы приехали на место но по с парковками как я и говорил проблема такие узкие улочки и где поставить машину вообще неизвестно парковки для мотороллеров в основном реально очень узко короче надо уезжать немножко куда-то в сторону от отеля потому что здесь нереально еще вот это вот желтые зигзаги я не знаю это можно парковаться нельзя это для местных только непонятно короче чувство нам будет весело сейчас парковку найти я понимаю что вам может быть неинтересно как я ищу парковки но я вам все-таки покажу как это сложно иногда бывает в испании вот я еду и вижу что стоят машины вот так ну местные же ставит да вроде бы казалось бы можно и поставить я решил что тоже парканусь даже поставил уже ну примерно пока только примерно но я вижу что сзади за машиной у чувака что-то висит ну это походу штраф штраф тут не написано сколько 40 вот это вот может быть 40 евро короче чувака походу штрафанули на 40 евро и я рисковать так ставить не буду тут у него штраф висит сзади 40 евро если ты поставил надолго то может ничего она пару часов дороговато посмотрю что у передних происходит здесь ничего и здесь ничего может проблема то что он поставил ее на самом перекрестке там на повороте я не знаю вот иди разбери можно так делать или нет все таки мы решили проехаться немножко дальше вот смотрим у этого штрафа нету а у этого есть у этого висит какой то чек у этого есть? да и у этого чек а ну что ж я думаю что мы ставить не будем и у этого есть чек они все штрафованы а вот так вот можно ставить смотри что они делают офигеть да ладно знаешь что Сиро сказал? Сиро сказал что надо ставить за желтой линией то есть если я в этот раз залезу то это будет норм ну нет это же зеленая зона уже считаем какая зеленая зона блин вот скажи а коричневый а коричневый просто везет а вот Серега приехал с Мариной сюда отдыхать у них нету своей парковки и у них получается каждый раз если они куда то уехали на какой то другой пляж или в магазине нужно каждый раз искать парковку но они каждый год сюда ездят они наверняка знают вариантики ну это жопа блин все равно это жопа как по мне так это плохая идея но Саша сказал будем парковать кустик Саш давай позвоним Сереге вообще можно так ставить или нет? а он думает знает прям на 100%? ну это шляпа конкретная блин вот скажите можно так ставить или нет? ну здесь стоят наши еще раз два три практически четыре машины таким образом стоят вот здесь желтая линия есть Серега говорил что можно за желтой ставить якобы да вот за желтый тротуар желтая линия просто значит конец коробки я уже заколебался или едем домой или оставляем так и идем у нас ресторан скоро через 40 минут короче шляпа я оставляю так и блин как будет так будет ну как будет а что ты сделаешь? где ты найдешься? ну ладно максимум 40 евро заход ну пошли пошли давай выходим все я так понимаю 40 же да? ну вроде стояла я не знаю точно кстати со штрафами здесь стоит смотрите кто немец немецкая машина оштрафован Серега звонит да серый да привет ты звонил? да не все уже поставил иду вниз с горки к вам с горки? да да нашел это место ну нашел здесь короче мы фотку Марине отправили не знаю получил или нет идем к вам давай окей все давай так что мы говорили а вот еще француз оштрафованный француз тоже а кстати у француза уже три чека Тань последних два дня вообще в Испании стоит вообще когда жесткая жара минимум ветра и такая духота нереальная кстати а у нас в Германии еще жарче чем в Испании по-моему плюс 37 да? завтра плюс 37 блин вообще что-то происходит с погодой в этом году интересно такого лета у нас в Германии тоже еще не было нет у нас плыло с 37 до 40 но так чтобы месяц держалась шикарная погода ну как шикарно блин мне так бесит мой наснок сейчас жара а я хожу блин нос забит бесит реально ладно идем вот это Тань по-моему отель да тоже Копа Кабана Копа Кабана и вообще по-моему вокруг одни отели вот здесь отель Mercedes dancing да реально одни отели вокруг такие узкие улочки и все напичкано отелями ну вот для прогулок и с уютника да отели магазинчики и кафешки да нормально магазинчик сразу у тебя с алкоголем посмотрим на местные бренды Артема что-нибудь прикупим Levi's Gucci Adidas Артем тебе надо что-нибудь кепка о Артем кепка как ты хотел Gucci иди пример нет нет Артем хочет настоящий настоящий да притом я заметил что в Испании очень много таких магазинов да где бренды где бренды продаются у нас в Германии запрещено по-моему да не дай бог ты еще ты не имеешь права а здесь даже на пляже ходит чувак и не один через пляжи все и носится бы тоже Gucci вот такие Nike Adidas и всякое-всякое курс сумку можно купить все что хочешь а вот уже и стоят Серега привет неужели мы добрались до вас Серега я в такой заднице машину стоял я даже не знаю заберу ли я ее потом привет здорова здорова приездом вас сколько вы дней уже здесь пару два хотя марина такая ты на даче уже успел загореть что ли конечно привет привет француз молодец француз три раза привет мы по-немецки два раза давай пять пять я не понял сначала поужинаем хай-тап я уже боюсь с вами ужинать все поближе нет смысла сейчас куда-то выходить потому что здесь это как мы вчера гуляли да короче заблудительно а вы здесь уже были раньше уже вот здесь не здесь мы были в финал а окей он делится на несколько как бы частей вот мы были в финал там совсем где ваше тело вообще покажите где вот это вот это ну пойдем посмотрим пойдем сделаем рум-тур маринина с серёгой номера велишку убрали в порядок навели а у нас каждый день приходят конечно а вот же вход да точно на пять часов давайте давайте у нас такая банда сейчас зайдутся так о включайте нормально у вас тут кто где спит карточку я на волконе ты на волконе о классно тебе намного больше номер чем в том году был то есть все вы здесь мы здесь здесь 4 человека это было наоборот нет здесь кстати вам было бы теснее поближе к другу жарче или вы решили отдохнуть в отпуске просто ну видов на море конечно нету но да можно к соседям заглядывать вот тут ты мимо проиграл да а ты видел меня да вот здесь а сколько до моря вам вообще дойти 10 минут 10 минут быстрее вот так из Украинской быстрее вот туда короче Саня ну там море уже ну я понимаю я понял что море там я вижу море ну да не море но все равно неплохо здесь кстати синёк не жарит ничего толчиной тоже море каждый день залазят в этот джакузи погоди меня надо посмотреть джакузи и каждый вчера короче начала врубать пена вот эти же короче пузыри они же молят пену больше да и вот Катя говорит мама мужу мою остановить они со мной там сидят или напрют вот так вот короче станы здесь все и потом знаешь за раз выбила пробки в номере все без света нигде нет они как давай орать а сам ставил? да холодильник все есть а у них еще и холодильник есть хорошо это мини-бар типа у вас там? да мини там уже водичка была когда мы пришли Серега а где алкогольные напитки? я уже выпил уже выпил? а мы уже так все равно заходиться кто-то разыскивается мы в лифте кстати мы идем на ужин уже уже в 7 часов вечера наконец мы только с тобой завтракали да? сегодня практически стой заходи заходи так это не наш штаж окей едем дальше мальчик заходи да? реально? да да окей ну не хочешь нажимать что же надо мыть все как-то непонятная команда камеры не-не-не-не я не поеду слушай это что за мех у тебя? это метр защиты ааа защита мех ой смотри мех приехали? а он ржут на эту улицу вот так да вауком все ребята мы уже ужинаем давайте до встречи мы рады мы рады вас встретить здесь мы конечно же уезжаем но вам желаем классного отдыха чтобы у вас остались лучшие впечатления и добраться домой а мы да а мы завтра будем отчаливать давайте давайте ну как вкусненько да? реально вкусно короче если кому-то интересно что я взял покуснуть я не знаю я взял я взял это по-моему говядина это наверное ветчина рыба картошка и супчик и салат с тунцом но только пока попробуй для начала для разогрева да потом посмотрим ты уже слушала что-то? да понравилось? да и что пойдешь? супчик попробуй чтобы я знала правильно брать попробуй дай ложку там еще какой-то супчик выглядит очень странно я не знал брать или нет но решил все-таки попробовать из гречки сейчас я не поняла не с гречкой луковый луковый я сомневаюсь что я хотел бы луковый суп есть может ты съешь его за меня? ладно кушай кушай да? я понял луковый суп да? 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 илет а я не знаю я сомневаюсь там все иллю Totally бежит по а в о боже милана на это похоже мы не умылись пойдите умойтесь после сытного ужина мы всей нашей большой банды решили посмотреть на море хотя уже заказ пойдем посмотрим на море улочки прикольные так напоминает немножко италию такие узкие и как бы такие высокие здания но относительно высокие но здесь реально ездить только на мотороллере на машине здесь блин не развернешься не разгонишься не припаркуешься но клёво нас милана очень довольны сейчас она наконец-то встретила своего друга а вот и ты да арнольдика ты довольна что встретила его да весело шальная девчонка чего нас ела не знаете короче я о том что милане наконец-то она блин она так ждала компанию теперь теперь отрывается не удержать уже полезли в бассейн в отеле хотя бассейн с 7 часов закрыт они полезли в него начали ноги там мочить работники там уже в панике уже не знали что с ними делать одним словом веселуха это сегодняшний день представьте мы отдыхали вместе вот мы уже подходим к морю вот он как на ладони кстати очень много русской речи реально вот просто идешь по улице везде русская речь и такое ощущение что испания запроса забита русские я игру что-то плохо или хорошо просто удивительно немножко очень много переходим вот у них тут-то вот он чем-то напоминает салоу да только лишь немножко каменные берега вот она же замок это есть там тоже замок а там должны быть нибудь патронные площадки наверно красивые да смотри как здесь высоко скалы тайна так и кажется сейчас камушек как бабахнется на голову оттуда а а а а и и и и Вон там за нами Лорет-де-Мар, очень красивый вид, а прямо над нами находится замок, попробую его показать. Вот там, правда вход в него закрыт, но посмотрим просто со стороны, а под нами море, очень прикольно, наконец-то можно вздохнуть, ушло солнце и как бы уже полегче. Я не знаю там видно меня или нет, подсвечусь я немножко фонариком, мы сейчас спускаемся с горы, с офигенно большой горы, мы там поднялись, посмотрели на вид, вид просто шикарный, теперь спускаемся вниз. Вообще такая красота, сейчас будет салют, сегодня какой-то праздник, то ли в Испании, то ли в этом городе, я не знаю точно, но будет офигенный салют, вот мы идем сейчас его посмотреть, спускаемся чуть-чуть ниже. Стрелять будут с моря, с кораблей, точнее с таких маленьких лодочек, уже приплыло, наверное, около пяти или шести лодочек, они уже наготовятся к салюту, сейчас будет фейерверк, короче, а мы пока спускаемся вниз. Музыка 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 Ну что ж, ребята, отбомбил прикольный салют, мы продолжаем наши прогулки по вечернему, хотел сказать плейдару. Музыка Музыка Спасибо, что были с нами, увидимся завтра, пока. Музыка Увидимся в Германии, да? Музыка Музыка Музыка